Добрый вечер, братья и сестры. Мы сегодня прочитаем с вами оправдательную речь Иова. Когда друзья его умолкли, когда все карты были раскрыты и выговорено всё, что можно было сказать, разговор как бы утихает сам собой. И тогда Иов говорит сам, они уже молчат. Все уже высказались и говорить больше не о чем. Я надеюсь, что вы читаете по мере наших вечерних встреч эту книгу и уже больше половины её прочли. И вот уже в предпоследних главах этой книги Иов дерзает ещё раз сказать о том, что он не виноват. То есть он не может назвать себя виновным, потому что он не виноват. Ну ладно бы из смирения, но скажи уж, что ты виноват. Ну не виноват я. Кстати, так и Христос отказывался солгать о себе, что он не Бог. Говорит, если я скажу, что я не знаю отца, то я буду лжест, подобный вам. То есть если истина открыта, то её нельзя не исповедовать. И вот он говорит о себе следующее. Оправдательную речь такую произносит. Интересно, что у египтян люди перед смертью выучивали так оправдательную речь такую, которую по их понятиям они должны были произнести в загробном мире, где перечисляли все разные добрые дела и отказывались не от всяких злых дел. Я не отнимал молоко у младенцев, я не забирал последние у сироты, я наоборот помогал тем-тем-тем. Они выучивали некий священный текст для того, чтобы им оправдаться. Как на суде. Последнее слово обвиняемого, и он кричит о своей невиновности. Вот что Иов говорит. Это очень важно. Первое. «Завет положил из глазами моими, чтобы не помышлять, не о девице». Это среди первых. Это, очевидно, одно из самых важных таких качеств праведника, потому что он был не только добр, он был целомудрен, что в древние времена является чудом. Кстати, говоря о женах, Писание упоминает только одну жену. Иова, хотя многоженство, это стандартное состояние богатых людей древности. Впрочем, как и сегодняшнего дня. Итак, Иов целомудрен. Он завет положил с глазами, чтобы не помышлять о девице. С глазами, в первую очередь, не с чревом, не с детородными органами. Завет он положил не с руками, чтобы не касаться кого-либо. А с глазами, потому что через глаза попадает вначале нечто пленительное в душу, потом сердце расслабляется, и человек идёт на грех. То есть глаза в борьбе с блудом, в борьбе с этими похотями различными, глаза являются дверями, через которые проникают воры в душу. И нужно с глазами договориться, не смотреть, куда не надо. Так и Евангелие говорит, что надо быть готовым даже и вырвать око своё, если оно соблазняет тебя, чтобы лучше с одним глазом войти в жизнь, нежели с двумя в смерть. Итак, это первое, что Иов сам о себе говорит. Второе. Пусть взвесит меня на весах правда, и Бог узнает мою непорочность. Пусть я сею, а другой ест, и пусть отрасли мои искорены будут, если сердце мое прилечалось женщиною, и я строил ковы у дверей моего ближнего. Второе, что Иов говорит, то есть я не изменял своей жене и не нарушал чужого брака. По всем законам блуд, незаконное сожительство со свободной женщиной или с рабыней, менее страшен, нежели блуд с замужней женщиной. Если человек в древности мог иметь наложниц, не жён, а наложниц, то есть делить с ними ложи, не давая им ничего из своего имущества, не признавая её детей от себя своими детьми, то блуд с замужней женщиной карался кастрацией или казнью смертельной. Там даже и выкупом не отделаешься, потому что человека либо оскопляли, либо убивали. То есть это очень важно. И Иов говорит, что я никогда не строил ковы у дверей ближнего, то есть с замужними женщинами имел ещё общего. Второе очень важно. Это очень важно. Если бы мы почаще думали об этом, поменьше делали противоположное, наш мир был бы гораздо лучше. Если я пренебрегал правами слуги и служанки моей, когда они имели спор со мною, то что бы я стал делать, когда бы Бог восстал, когда бы Он взглянул на меня, что бы мог я отвечать Ему? То есть третье, что Иов упоминает как свою непорочность, как признак своей праведности, это то, что не нарушал права своих слуг. Что такое слуга? Безмолвное существо, которое полностью зависит от своего хозяина. А некоторые и родились в доме своих хозяев, и другой жизни не знали, и были привязаны к ним как собачонка от детства. И обижать слугу дело легкое и не зазорное, как бы такое не опасное для вельможи, хозяина большого человека. Ну что такое обидеть дворничку, например, или техничку, скажем, какому-нибудь замминистру, который в коридоре у него снуется тряпкой. Он говорит, отойдите, посторонитесь. Он может не знать, как ее зовут. Он может ее обругать, ему, что тяжело, что ли? Это не опасно, не страшно, никто в суд за это не потащит. Иов говорит о том, что если я пренебрегал правами слуг, то если Бог восстанет на меня, что я ему скажу? То есть он был внимателен к этому и на человека, смотрел как на человека, а не как на функцию, не как на рабочий скот, или какой-то говорящий механизм. Это тоже важно для нас. Отказывал ли я нуждающимся в просьбе, томил ли глаза вдовы? Один ли я съедал кусок мой, и не ел ли от него сирота? Следующее его оправдание – то, что он не ел один. Есть такое древнее нравственное правило, такое «не ешь один». То есть если ты ешь что-либо, то обязательно делись с кем бы то ни было, кто рядом с тобою, это тебе будет во здоровье, потому что не оскудевает рука дающего, и Бог вспомнит о тебе, когда кто-то будет есть, а ты будешь голодать. «Если я видел кого-либо погибавшим без одежды и бедного без покрова, не благословляли ли меня чресло его, и не был ли он согрет шерстью овец моих?» То есть он вспоминает о том, что не проходил мимо раздетого человека, не проходил мимо нуждающегося человека, и многие согретые шерстью его овец благословляли его. Иов был богатым человеком. Посреди богатства сохранять праведность очень тяжело. Бедному гораздо легче быть праведным, братья и сестры. Поэтому не скорбите, что большинство из нас весьма небогатые люди. Голый, что святой, ничего не боится. А богатого много печали, тревог и бессонные ночи. По крайней мере, во время начавшегося кризиса первые жертвы — это среди миллионеров. Это они начали стреляться и вешаться. Так вот, Иов богатый человек, но он не надеется на богатство и говорит, «Полагал ли я в золоте опору мою? Говорил ли я деньгам? Ты защита моя, надежда моя? Радовался ли я, что богатство мое было велико и что рука моя приобрела много?» То есть имел много, но не радовался об этом. Душою был свободен от этого как бы такого скверно-прибыточества. Это тоже чрезвычайно важная вещь. Наверное, Господь Бог и дает много тому гораздо спокойнее и радостней, который не радуется злою радостью о том, что течет к нему различное золото и не похож на скупого рыцаря, который со свечой впускается в подвал для того, чтобы поговорить, побеседовать со своим золотишком. Радовался ли я погибели врага моего? Торжествовал ли, когда несчастье постигало его? Это вообще высоко. Высоко, потому что древние люди, они, знаете, не знали еще закона любви. Они знали закон справедливости, закон возмездия. Они знали закон братской взаимопомощи, еще какие-то многие вещи знали. Но с любовью было трудно. И прощать, терпеть, забывать этого у них даже и в голове зачастую не было. Станцевать танец на могиле своего врага или, как в псалмах пишется, умыть руки в крови грешника, это была вещь обычная даже и для праведника. Иов говорит здесь, как новозаветный человек, «Радовался ли я по гибели врага моего? Торжествовал ли, когда несчастье постигало его? Не позволял я устам моим грешить проклятием души его? Странник ночевал ли на улице? Двери мои я отворял прохожим». В этих и подобных словах он длинно-длинно, опять-таки, тут здесь очень длинные диалоги. Мы не можем их все прочитывать, монологи и диалоги. Он перечисляет все свои добрые дела, совершаемые сознательно, потому что он говорил, что «дыхание Всевышнего в ноздрях моих», то есть я не солгу ему, потому что я чувствую, что Бог рядышком, и я хранил пути его всем сердцем моим. Такую оправдательную речь и Писание подводит к концу постепенно книгу Иова. Еще остается там несколько буквально таких моментов, которые уже и завершат ее, но сегодня мы об этом поговорить не успеем, посему заканчиваем нынешнюю встречу и в следующий раз, наверное, будем еще раз говорить о книге Иова, уже завершая ее. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин